И всем привет, ребят, с вами Мистер Паник и Сьюз, записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня у нас будет первый видос с фулл прокачанным броником на нашем основном аккаунте. Сегодня с этим замечательным броником мы будем играть на одном из самых жестких вооружений на данный момент времени, а именно Ареса, Гром по дрону, конечно же сверху Кризиса, Ну и по резистам мы берем пока что самые актуальные резы на сегодняшний день, это броник сверху, рез от Рикошета, рез от Грома и рез от Шафта. Посмотрим куда нас закинет, посмотрим насколько тяжелый будет бой, пикаем в лучший режим, а именно в режим Асады и надеемся на интересную плотную рубочку, если вдруг будет необходимость, то мы конечно же по ходу боя поменяем наш резист и убедимся, либо не убедимся в том, что же жестче броненосец с тремя дополнительными резами, либо же моя тридцатка, которая выдавалась вместе с чемпионом за первое место в четвертом Танки Спорт сезоне. Я если, ну так чисто, блин, это крит ошибка что ли, если так вкратце скажу свое мнение, то на больших картах, как по мне, тридцаточку использовать все-таки более выгодно, но вот если играть на каких-то маленьких картах, где нету большого количества противников, либо разнообразия пушек, то броненосец со своим 50% резистом от критов, ну просто мега крутой и мега жесткий. Нас закидывает на карту Промзона, одна из лучших карт в режиме Асады, ну и также нужно не забывать, что у меня 50% здесь от грома, а на громе есть сплэш урон, и мне он должен очень и очень неплохо помочь, да, то есть здесь на поцейвах где-то выжить, где-то в упоре на домашке я буду получать меньше урона, ну и в целом должно все очень неплохо у нас вместе с вами работать. Захватываем уже первую точку, здесь пока что все очень, я бы даже сказал, просто. Первая есть, дальше наваливаем на вражеский спауник, ну и смотрим, что здесь можно взять порезом, что здесь противник имеет интересного. Что здесь можно взять? Так, есть шафту противничка, да, есть два вулканчика, есть смока, ну и что тут еще из интересного? Есть Тесла, да. Ну, в принципе, можем взять рез от вулкана, так как их два. Рез от Теслы брать я не вижу никакого смысла, но либо же мы просто пока что еще переодеваться не будем, чуть-чуть подождем, может быть противничек переоденется, либо зайдут какие-то новые игроки, либо здесь вообще может быть очень быстрая досрочка, и мы очень легко выиграем эту вместе с вами каточку. Ну, посмотрим сейчас. Пускаем шарик для контента, для захвата точки, уносим еще двух противников сверху, даже я бы сказал, не двух, а трех противников уносим. Так, заходит у нас против еще Страйкер, есть Рельса, есть Магнум. Очень большое разнообразие пушек, и вот, кстати, вот в такой момент, когда у противника каждой пушки по одной, всегда, как по мне, тридцатка будет смотреться интереснее. Ну, и также нужно не забывать, что с тридцаткой вам не нужно переодеваться, да, то есть вы взяли один раз свою тридцаточку, и дальше уже можете не думать о том, что там вам надо одеть, что там надо переодеть, что там лучше, что хуже. Просто взяли, забыли, и все. Да, здесь нужно уже чуть больше обращать внимание на то, на чем играет противничек, если что, переодеваться, ну, и там уже что-то-что-то бемсить. Так, шарик очень неприятный летел, благо я от него подсевился. Так, хорошо, здесь кличечку добавляем контентовую. Ну, и каточка у нас, конечно, первая прям очень легкая, поэтому я думаю, что мы вместе с вами сейчас еще после этой каточки скатаем еще один боечек, чтобы было уже посерьезней, чтобы было потяжелее, потому что в рамках такого боя все у нас получается очень-очень хорошо. Так, давайте еще накидочку, еще добавочку, еще добавочку. Хорошо, 90% овердрайва у меня уже имеется. Так-так-так-так-так-так, оп, добавим. Ой, шарик хороший контентовый полетел, четенько. Также, что касаемо броника, да, многие, я думаю, что интересуются, у кого его нету, чувствуется ли этот резист 50% с защитой от критов. Я вам могу сказать на 100%, что он очень сильно ощущается. Вот когда вы играете без броника, играете с обычными резами, когда, например, там диктатор какой-то прожимает овердрайв, благо здесь диктаторов у противника нету, и начинает наносить противник криты, да, то есть выстрелы с постоянными критами. Как же жестко сразу чувствуется, что у вас есть этот резист, вам, блин, не передать словами. Надеюсь, что вот во второй катке мы будем играть, и вы сами даже увидите, насколько видно этот сейф с помощью броненосца. Ну и в целом, блин, я не знаю, да, то есть если это небольшая карта и небольшое количество противников, да, то есть у вас есть возможность иметь просто 50% рез от всех оппонентов, плюс еще 50% рез от критов, это дает вам столько возможностей дополнительной жизни, что это просто ужас, да, то есть для меня, который раньше этого всего не имел, это прям очень-очень вкусный бонус. Так, шарик залетает, я, к сожалению, не успеваю на своей каракатице откатиться. Так, ну и у нас 6 точек, похоже на быструю досрочку, если мы сейчас ее захватываем, эту точку, то будет вообще все бомба, противник там что-то пытается захватить, мы ему сейчас, а, ну даже, даже овердрайва не будем ему прожимать, я уже хотел оверку вжимать, потому что думал, что сейчас будет бэмситься здесь темочка, так, ну все равно шарик вжимаю, может быть что-то кого-то еще зацепит, потому что это уже захват последней точки, и наша благополучная победа в катке. Так, ну и сейчас мы пикнем еще один бой, ну и там уже посмотрим. Я думаю, что второй боечек будет уже потяжелее этого, в этом бою, ой, быстрый бой, нет, быстрый мне не надо, посадочку. Второй бой, я думаю, что будет уже потяжелее, и там уже придется, может быть, даже переодеваться, а не играть на таких резах и ничего не менять. Опачки, пармочка вкусная запикивает. Так, что тут у нас по противничку, смотрим быстро, внимательно, рикошеты есть, теслы есть, рикошеты это очень хорошо, когда имеются. Здесь нужно не забывать, что на этой карте падает еще и два овердрайва, и можно еще под эти два овердрайва тоже сыграть и попробовать за счет них еще дополнительный урончик на бэмсить. Так, ну и играем аккуратненько. Опа, много очень магнумов против, я смотрю. Так, три или четыре магнума. Сейчас мы чуть-чуть, знаете, вот самое важное, когда вы играете на резистах, да, то есть вот у вас есть броник, и у вас есть дополнительные резы. Да вообще, в принципе, когда вы играете, да, главное первые где-то минуты две поиграть и ничего не менять. Очень часто игроки в матчмейкинге начинают переодеваться, и тогда вы уже будете одеты под них, потому что у вас есть возможность в бою переодеться только один раз, правильно? Поэтому лучше всегда не торопиться, а чуть-чуть подождать. Чуть-чуть подождем сейчас, и потом уже переоденем, если что, наш замечательный резист. Пока что для себя я вижу, что мне нужен точно резист от магнума в этом бою, от рикошета рез я точно оставляю, и рез от самого себя я думаю, что я тоже оставляю. Там право падает оверка, ну ладно, я пойду лучше на контролинг точки. Есть еще против вулкан, но вот от вулкана, наверное, мы брать все-таки не будем. То есть возьмем сейчас лучше от магнума, здесь резист, потому что их там довольно неплохое количество есть у противника. Так, мне вот эту оверку бы забрать, если честно. Ладно, противник тиммейт забирает. В принципе, пофиг. Но еще бы точки бы не терять, было бы великолепно. Так, ладно, давайте я меняю рез. Возьму место от шафта, я возьму рез от магнума, и вот такой рез мы уже оставим до конца боя. У нас примерно с таким резистом, где-то от 6-7 противников должен быть резист. И это, в принципе, для такого боя довольно неплохое количество, если честно. Опачки, хороший. Можно шарик будем сануть. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я не заметил, что наш тиммейт тоже пустил шар. Но как же это было плохо, что он запустил шар. Я мог пустить шар по респу, и он был бы супер актуален. А так, по итогу, я пустил шарик не по респу, а чисто... чисто в точку, и по итогу от этой точки я ничего себе дополнительного не получил. Плохо. Очень плохо. Противник сейчас чувствует комфортно в этом бою, и пока что у него, если честно, здесь всё получается. У нас по захвату есть проблемы. Я бы даже сказал, большие проблемы, что у нас не получается особо здесь ничего захватить. Но будем пытаться переворачивать эту катку. Надеюсь, что что-то у нас здесь получится. Противник играет с бустером. Есть арес интересный. Есть хантера и с гелиусом. Надо стараться забирать. Очень большое тоже количество аресов против. Падает левая оверка. После неё, вроде, если я не ошибаюсь, должна падать правая, либо правая уже была. Я провтыкал, если честно, тайминг. Может быть такое, что оверка уже была. Так, хорошую тычку добавляем. Титан ставит купол. Сейчас противник будет играть под этот купол. Надеюсь, что наш арес сейчас как раз-таки пустит шарик в этот овердрайв. Ой, там пробитие залетело жёсткое. Так, у нас уже 80% овердрайва. Есть хоппер, который имеет овер, но он его почему-то не пускает. Вот типы, имея овердрайв, не пускают овер, чтобы засейвить свою точку. Я вот не понимаю этого, если честно. Но здесь будет прям очень тяжело закрутить точку. Я уже вижу. Это будет супер тяжёлая катка для захвата. Ой, ещё и лаги такие. Так, и противник бэмсит шар в пустую. У меня появляется тоже шарик. Так, и нам было бы неплохо его куда-то накинуть. Куда-то накинуть. Желательно с боковули так давать. Аккуратно. Аккуратно с боковушечки. Хорошо. Полетело. Ну, такое. Не жёстко полетело. Не жёстко. Чуть-чуть я промахнувся. Попал в стенку. Так, но сейчас у нас будет правый овердрайв. По сути, у нас есть возможность сейчас контроля центральных овердрайвов. И уже отыгрыша от них. Так, если мы сейчас этот контролинг здесь покажем, то должны, по идее, под этот контролинг... Ай-яй-яй, захватывать точку. Но не ожидал я, что шар прилетит сейчас сбоку. И я просто улечу на респ. Ладно. Ничего, в принципе, страшного у нас не произошло. Противник отправляется на контролинг точек. Так, я запускаю шарик. И опять шар летит вниз. Но почему эти шары летят вниз? Почему они не летят чётко поверху? Но всё равно, пятерых мы с шарика уносим. Это очень хороший результат. Плюс добавляет наш тиммейт. Все противники улетают на респ. Хотя, если бы наш тиммейт бы добавил после того, как уже прошёл бы тайминг какой-то... Было бы жёстче! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ещё разочек добавляет противник. Шарик, ну ептить. Ну что-то как-то очень тяжёлая катка против... Оресы, высооресы. Тут, блин, такая рубочка начинается. Прям жёсткая. Прям жёсткая рубочка начинается. Так, ладно, мы ещё должны подконтролить эту точку. И обратить внимание на то, что справа у нас будет сейчас скоро овердрайв. Вот, викинг под критами! О чём я и говорил. Викинга Гаусс под критами. Под критами раньше бы викинга Гаусс наносил бы просто нереально большой урон. Да, то есть там бы по полторушке залетало бы. А сейчас, когда у тебя есть броник, там, ну, хорошо, если летит... Какая-нибудь там, сколько там получается, 700-очка, да, вместо полторушки. Ну это вообще, типа, такие копейки, которые даже в моменте и не чувствуются. Так, мы ждём овердрайв. Должен выпадать. Он уже. Он выпадает, но меня, походу, набревают. Да. Меня сбрили. У меня 80% овердрайва. Сейчас будет ещё после этого левый овердрайв. Нам было бы неплохо сейчас либо захватить, вернее, не захватить, а отхватить точку, захват её. И попробовать, может быть, ещё вжать овердрайв. Но я не успеваю вжать овердрайв. Падает уже овер здесь. Мне нужно его забирать, чтобы не оставить его противнику. Ну и пробуем захватывать. Не знаю, получится ли у нас сейчас здесь что-то сделать. Титан, если жмёт купол, то я как раз-таки под него играю. Да, хорошо. Под него мы как раз-таки сейчас сыграем. Жмём сразу не трус респа, потому что 5 секунд у нас есть нулевого урона. Прожимаем оверку здесь сразу. Сбриваем всех типов, которые стояли под куполом. За исключением хантера, который чуть-чуть успел подсейвиться. Ну и держим точку. Нам нельзя здесь отдавать ни в коем случае. Надо сбивать вообще захват по-хорошему. Есть сбитие захвата. Но пока что всё равно очень-очень тяжело. Такая каточка прям плотная. И самое плохое, что мы летим по счёту. Да, то есть я пока что не представляю себе, как мы будем захватывать эту точку. Но нам как-то надо это сделать. Надо показать контроль контральных оверок. И уже от этого отыгрыша попытаться захватить эту точку. Если получится, будет круто. Но если вдруг не захватим, ну конечно грустно. Но такое себе. Такое себе. Мне челик в чате пишет, буду ли я тащить. При этом он стоит на магнуме, сдалека накидывая урон. Но так кто будет тащить? Я буду тащить или он будет тащить? То есть наверное ему надо что-то начинать делать в этой катке. А не мне. Я и так в принципе стараюсь захватывать точки. И стараюсь контролинг здесь показывать какой-то. А вот если этот молодой человек до сих пор не умудрился доезжать до точки и контролировать её, то наверное это его проблемы, а не мои. Так. Будет сейчас противник скорее всего впускать шарик. Контентовый. Да. Но мы его сбриваем удачно. Пантер прожимает овердрайв, под который я не реагирую. Потому что был занят другим типочком. И у нас в очередной раз сбривают точку. Но потная, потная каточка. Пока что очень потная каточка. Не знаю падал ли левый овердрайв. Потому что я там контролил постоянно правую зону. Похоже он уже тоже падал. Походу овердрайв у нас уже тоже падал. Пробуем добавлять урон. На всякий случай приподниму. В надежде увидеть там что-то вкусное. Так. Ну и есть ли противника овердрайв? Есть ли у противника овердрайв? Вопрос хороший. Так. Не такой хороший шарик запускает наш тиммейт. Противник контролинг не делает. Сейчас он у нас должен по идее... Ай-яй-яй-яй-яй! Как же это было плохо! Ептит! Сейчас я подставился по шару. Я даже не видел здесь. Но такое маленькое пространство, что в моменте ты просто не видишь, как этот шар начинает в тебя лететь. Ладно. На переключке работаем. Титанчик вражеский уже начинает сжимать свои овердрайвы, чтобы потянуть катку. Но это не удивительно. Когда типы начинают сжимать свои оверки. Так. Мне нужен контролинг этого овердрайва. Хотя в теории мне не нужен он. Ладно. У меня 90%. Пусть тиммейт наш заберет. Только если он сейчас прожмет его быстро, это будет ошибка. Это полная ошибка. Потому что сейчас титан вражеский прожмет купол. Ну ладно. Это, наверное, не особо сильная беда. Потому что у меня есть овер, который я могу вжать. Поэтому сейчас мы сделаем контентовый шарик. Сейчас мы сделаем контентовый шарик. Вот такой вот, например. Так. И он опять летит вниз. Но почему они летят вниз, эти шары? Я не понимаю. Они должны лететь поверху. И отверху уже отыгрывать. Ну ладно. Контролинг пока что у нас есть. Но у нас остается 5 минут до конца катки. И вражеский шар тоже залетает. И где тут такая рубка? За эту центральную точку. Это просто ужас. Но самое печальное, что мы проигрываем по счету. Ладно бы, если бы мы ввели бы. То, в принципе, этот контролинг центра был бы пофиг. Но так как мы проигрываем эту катку, это очень плохо. Это прям очень плохо. И у противника есть вообще шанс захватить еще одну точку. У меня нет овердрайва, чтобы сбрить это все. Если сейчас никто из наших тиммейтов овердрайв не прожимает. Никто не подконтроливает эту точку. То мы ее, к сожалению, отдаем. Или нет? Нет. Все-таки есть контролинг. Хорошо. Четко. Контролинг есть. Правая точка... Ой, правая оверка сейчас должна скоро падать. Ну и у нас остаются последние шансы, можно так сказать. На победу в этой катке. Как-то надо это пробовать, реализовывать. Я не знаю, но это очень сложно. Прям максимально тяжелый бой. Ай, оверка сзади падала, я не заметил. Блин. Ептить, я не заметил сейчас оверку. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас будет еще левая оверка. Ну и плюс у меня самого уже 60% есть. Я так сконцентрировался на этом центре. Так, хотел не потерять зону. Ну и вот криты. Вот вам криты от диктатора. Вот вам криты, которые нифига не делают такого сверх жесткого. Да, то есть сейчас вот за счет этих критов я особо не потерял хп. А все почему? Потому что у меня есть замечательный броненосец, который меня очень хорошо засейвил. А, ну ладно, короче. Ничего страшного в этой катке нету. Там чел свои оверки жмет. Я думал, что мы в честном бою проигрываем, а там уже чел, если прожимает свои оверки, то в принципе на такие моменты мне уже по-большому насрать. Потому что это уже, как говорится, не честный бой. А чел хочет просто любой ценой выиграть катку. Поэтому в принципе ничего страшного в этом бою у нас нету. Титан наш прожимает купол, тип добавляет еще один купол. И аптеть. Ай боже. Так, у нас должно быть по идее сейчас правая оверка. В идее должна быть правая оверка, которую нам надо законтролить. Так. Прикошет особо сильно нанести здесь урончик по нам не может. Сейвимся. И оверка падает. Блин. Ну, бэм. Конечно, когда у тебя нет иммунки от поджога, и тип с вулканом, с поджогом начинает накидывать урон. Это очень жестко. Две минуты до конца. Две минуты у нас остается. До попытки выигрыша в этом бою. Но, скорее всего, шансов у нас здесь крайне-крайне мало. Ай-яй-яй. Избрил меня. Овер. Но хорошо Титанчик выжимает еще купол. Сверху сбивает Ореса шарик. И сейчас, кстати, может быть контент. Может быть контент. Потому что я могу, по идее, забрать шар. Так, противник меняет, кстати. Не, я уже ничего не могу забрать. Меня сейчас уже добьют, похоже. Хотя контролинг точки имеется. Контролинг точки имеется. Еще добавочка. Нет, 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 нет. Но это очень сложно выжить здесь, когда столько урона вкидывается. Это прям максимально тяжело. Но сейчас будет падать правый овердрайв. И, по идее, под него я могу сыграть своим шаром. Сейчас мы под него сыграем шариком. Делаем такой запуск контента. Не сказать, что это жесткий запуск контента. Потому что там все противники ушли на респ. И, по ходу, рельс обжимает меня овер. И сейчас будет падать правая оверка. Уже должна быть она. Падает ли она? ХЗ. Не вижу я ее. Но, кстати, вот то, что переодел противничек. Это, кстати, неплохой мувмент. Одеть теслочку с небыстрым шариком. В таком бою я считаю, что это хорошо работает. То есть, в принципе, окупаемая вещь, которая может сработать. Но, с точки зрения того, что у меня был практически всю катку рез от него. Он только переоделся под конец. Ну, в принципе, я, наверное, ничего не потерял. Но, каточку мы все равно проиграли. И, к сожалению, центральную точку не захватили. Но, наша-то задача была. Помимо выиграть катки. Это протестировать броник. И броник, я считаю, что с этой задачей целиком и полностью справился. Я считаю, что броненосец это очень-очень жесткая вещь. Очень жесткая вещь. Если у вас его до сих пор нету, то старайтесь его выбить. Я не знаю, что тут сказать. Но, это, конечно, бонусная тема, которая может очень многое зарешать в боях. И в защите от критов. И, в целом, против любой пушки, которая будет наносить критический выстрел. Это жесткая темочка. Поэтому, как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу броненосца. Если он у вас. И играете вы или над нем. Если вы, как Вовчик, не играете на нем, то я вам советую, чтобы вы уже начинали на нем наконец-таки катать. Потому что, без него, имея его, играть это как-то очень-очень печально. Поддержите его с лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках игры. Снизу, в аккаунтике. Тег-создателя контента. Мой личный тег. Это tag.team.p. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше. Вся информация по поводу розыгрыша есть в описании. Поэтому, если вам это интересно, обязательно принимайте участие. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.